Это новости Украины. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Взрыв автомобиля в Днепре расследуют как теракт. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Он произошел около половины 11 утра в центре города. Два человека погибли на месте. Это женщина и мужчина, которые были в автомобиле. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа взрывотехники и эксперты-криминалисты. Уже найдены документы погибших. Их личности будут устанавливать с помощью генетической экспертизы. Предварительно личности установлены. Однако надо провести предварительные экспертизы. Возможно, также и генетические. Сейчас уже есть предварительная права и квалификация. Это террористический акт. Мы нашли документы пресс-секретаря ГСЧС Днепропетровской области на месте. Однако для того, чтобы подтвердить именно ее личность, надо провести экспертизы. Служба безопасности Украины задержала одного из организаторов незаконного референдума 2014 года в Луганской области. От правоохранителей он скрывался 7 лет в Российской Федерации. Известно, что мужчина возглавлял так называемую избирательную комиссию по проведению псевдореферендума в Новопсковском районе Луганской области. Он контролировал подсчет голосов и отправку заполненных бюллетеней во временно неподконтрольный Луганск. В оккупированном Крыму состоялось сороковое заседание так называемого суда по делу против лидера крымско-татарского народа Мустафы Джимилева. Слушание отложили до 7 октября. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов. Окупационный суд продолжает исследовать так называемые доказательства и допрашивать свидетелей. Речь идет о событиях 3 мая 2014 года, когда Джимилев пытался въехать в оккупированный Крым, однако российские власти стянули спецназ и военную технику. Тогда лидер крымско-татарского народа так и не попал на полуостров, однако оккупационные власти Крыма считают иначе. Они обвиняют Мустафу Джимилева в незаконном пересечении государственной границы, небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном приобретении и хранении боеприпасов. В ходе судебного заседания мы должны были допросить двух свидетелей. Это бывший министр внутренних дел оккупационный Крыма Абисов, один из пограничников, а также исследовать вещественные доказательства. Это самозарядный карабин Симонова, патроны к нему и гильза. Вместе с тем выяснилось, что суд не смог вызвать Абисова и этого пограничника к сегодняшнему судебному заседанию, а также выяснилось, что куда-то исчезли вещественные доказательства. Новые системы противовоздушной и противоракетной обороны может получить Украина. Таковы первые результаты визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Среди прочего речь идет о системе «Железный купол», соответствующую поправку в законопроект об оборонном бюджете США на 2022 год поддержал Конгресс, сообщает издание «Политика». Теперь Штаты могут передать или продать такие системы Украине. «Железный купол» создан израильской оборонной компанией «Рафаэль». Система зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. По данным военных, система «Железный купол» сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет. Президент США Джо Байден выполнял договоренности предыдущей администрации с талибами. Так, на вопросы сенаторов о выводе американских войск из Афганистана ответил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, если бы Джо Байден не сделал этого, талибы возобновили бы атаки на силы Соединенных Штатов и их союзников. Госсекретарь подчеркнул, противники США, такие как Китай, Россия, Иран или Северная Корея, хотели бы, чтобы Америка и дальше увязала бы в войне в Афганистане. Кроме того, он прокомментировал опасения о том, что с приходом к власти талибана там обоснуются террористические группировки. Талибан обязался не допускать использование территории Афганистана террористическими группировками, включая Аль-Каиду и ИГИЛ, в качестве базы для проведения внешних операций, направленных против США или наших союзников. Мы возлагаем на них ответственность за это. Это не значит, что мы намерены на них полагаться. Мы продолжим непрестанно отслеживать угрозы и укреплять наш контртеррористический потенциал в регионе для нейтрализации этих угроз, если потребуется. 24 человека умерли от осложнений COVID-19 в отдельных районах Донецкой области. Об этом сообщают оккупационные власти. Там за минувшие сутки выявили 412 новых случаев заболевания. В отдельных районах Луганской области зафиксировали 249 инфицированных. 20 человек умерли. В оккупированном Крыму COVID-19 заболели 227 человек. Это данные оккупационных властей. Отметим эту статистику. Правозащитники и международные организации считают намеренно заниженной. Действия международного COVID-сертификата Кабинет министра в Украине продлил до одного года. Ранее срок действия документа составлял полгода с момента получения второй прививки. В то же время международный сертификат, который формируется на основании ПЦР-теста, будет действителен в течение 72 часов. Аварийная посадка самолета на пенную подушку, поиск и эвакуация пострадавших во время крушения военно-транспортного самолета. В аэропорту Борисполь провели масштабные учения аварийно-спасательной службы с сотрудниками аэропорта. Как все происходило, видела наш корреспондент Светлана Сыч. Она с нами на прямой связи. Свет, рассказывайте, как все прошло. Даша, на учебно-тренировочном полигоне прошли совместные учения аварийно-спасательных служб, а также работников аэропорта Борисполь. В них приняли участие 170 человек и 35 единиц техники. В частности, провели спасательную операцию с помощью военного вертолета МИ-8, также тушили пожар самолета Боинга 737, эвакуировали пассажиров и членов экипажа. И, среди прочего, проводили аварийную посадку самолета на так называемую пенную подушку. В этих учениях задействовали самую современную технику. Это пожарные аэродромные автомобили «Пантеры». Их всего два. И они находятся именно в аэропорту Борисполь. В чем их особенность, рассказали работники аэропорта. Предлагаю послушать их комментарии. Данный автомобиль, на нем и стоит… На данном автомобиле компьютерная система, которая не дает ему перевернуться. Также на данном автомобиле стоит насос, и он подает на скорости 115-120 км в час. Сразу может подавать огнегасище средства для тушения пожара, что экономит время для тушения разлитого топлива и на самолете. Таких ситуаций, к счастью, не происходит. Но готовиться к этому нужно. Экипажу необходимо эвакуировать из пострадавшего судна за 90 секунд пассажиров. Аварийной команде аэропорта, а именно пожарной спасательной службе надо прибыть в самую отдаленную точку аэропорта до трех минут. Стоит отметить, что такие учения проходят раз в три года, и главная цель – отработать совместные действия в экстренных ситуациях. Студия. Свет, спасибо тебе за информацию. С нами на прямой связи был наш корреспондент Светлана Сыч. Она с самого утра наблюдает за учениями аварийно-спасательных служб в аэропорту Борисполь. Минкульт планирует в середине октября начать реставрацию костела Святого Николая. На восстановление храма уже собрано около 16 миллионов гривен. При этом деньги на счет Национального дома органной и камерной музыки Украины продолжают поступать. К ремонтным работам приступят после экспертизы и составления проектно-сметной документации. Напомним, пожар в костеле произошел 3 сентября. Из-за неисправности электропроводки полностью сгорел орган и серьезно пострадал зал. «Вкус свободы» под таким названием сняли украинский фильм «Во Львове». Это романтическая кулинарная комедия. В основе сюжета книга «Первая украинская общепрактическая кухня» Ольги Франко, «Невестки» украинского писателя Ивана Франко. О чем будет фильм и когда его покажут на больших экранах, смотрите в нашем следующем материале. Первая украинская общепрактическая кухня «Такую книгу» Ольга Франко выпустила в 1929 году. Тогда ее сразу раскупили украинские хозяйки. О разнообразии аутентичной кулинарии в современном мире расскажет новый украинский фильм «Вкус свободы». Одну из главных ролей в ленте сыграет украинская актриса Ирма Витовская. «За этой личностью открывается давно забытая, уничтоженная культура гастрономии. Мы все любим вареники, борщину. У Ольги Франко мы, наконец, узнаем, что была кухня города, урбанистическая, буржуазная, которая имеет очень большую и сложную рецептуру». В своей кулинарной книге Ольга Франко описала множество рецептов здорового питания. Создатели фильма решили показать их и развеять мифы о том, что украинская кухня не полезная. «Это уникальное издание в нашей кулинарной культуре, о котором не знает никто из молодежи. И я, как представитель молодежи, могу себя еще такой назвать, очень хотела подать нашу кулинарную прогрессивную культуру с очень интересной стороны». Большинство сцен фильма сняты в квартирах львовян, гастрономических заведениях и местных двориках. Во Львове Ольга Франко прожила большую часть своей жизни. «По-перше, история написана про Львов. Историю Львова, как не снимать в Львове». «Во-первых, история написана о Львове, поэтому как не снимать во Львове? Большая часть сценария снимается во Львове. Благодаря Львову мы имеем возможность увидеть такие красивые кадры, которые, я надеюсь, вы увидите в фильме». «Шеф-повара» в фильме играет польский актер Томаш Собчак. Чтобы лучше сыграть, перед съемками он даже закончил кулинарные курсы. «Это большие приключения для меня, потому что я играю шефа-поваров, шефа-ресторанов. А в моей личной жизни я не совсем готовлю. Кухня – это не мою территорию. Так я для себя открыл очень много интересных вещей». В драматической комедии зрители увидят истории двух женщин, которых разделяют сто лет, но объединяют стремления и мечты. Кинопроект «Вкус свободы» в 2020 году стал одним из победителей 14-го конкурсного отбора Госкино. На съемки фильма государство выделило 27 миллионов гривен. На большие экраны лента выйдет в конце 2022-го, начале 2023-го года. Юлия Белева, Дим Дмитриев, Новости Украины. Наш канал есть в Ютьюбе, Фейсбуке, Инстаграме, Телеграме, даже ТикТоке. Заходите, подписывайтесь, комментируйте. И огромное спасибо, что смотрите Новости Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова